В ходе рабочей поездки президента Республики Узбекистан Шавката Мурзиёева в Ферганскую область 11-12 июля лидер страны отметил необходимость последовательного развития экономики для удовлетворения растущих потребностей людей. В целях создания в регионе мощности по производству импортозамещающей и экспортоориентированной продукции за подписью президента вышло постановление о мерах по расширению территории свободной экономической зоны Кокант. До конца 2026 года намечено освоить инвестиции в размере не менее 1 миллиарда долларов, создать более 11 тысяч рабочих мест, производить продукцию на 965 миллионов долларов в год. По мнению экспертов, с увеличением числа проектов удастся придать большой импульс промышленности Ферганы, что, несомненно, скажется на благосостоянии уровней жизни населения. Максимум возможностей для предпринимателей и инвесторов. Именно такой принцип работы, проводимый в последние годы, позволяет достигать значительных успехов в экономическом развитии Узбекистана. Это отражается на повышении уровня локализации, увеличении экспортных поставок, создании новых рабочих мест. Один из наглядных примеров осуществляемой политики – свободная экономическая зона Кокант, созданная указом президента в 2017 году. Учитывая имеющийся потенциал, вместе с ними спрос на внутреннем и внешнем рынках, и, конечно же, потребность в новых рабочих местах, руководитель страны подписывает еще одно постановление, предусматривающее расширение СЭЦ еще на 210 гектаров. Сроки реализации проекта и ответственные лица определены. Первостепенной задачей на данный момент является разработка генерального плана расширяемой территории свободной экономической зоны. При этом унитарное предприятие дирекции СЭС Кокант будет определено организацией-заказчиком. Проектная организация будет определяться путем проведения тендерных торгов. Что это нам даст? Это новые производственные мощности, которые позволят в первую очередь повысить уровень локализации и, конечно же, освоить новые рынки сбыта за рубежом. Руководитель страны на этих вопросах остановился и в ходе встречи с активом Ферганской области, состоявшейся 12 июля. Было отмечено, что реализуемые на свободной экономической зоне Кокант проекты должны придать большой импульс промышленности как региона, так и страны в целом. За счет расширения свободной экономической зоны Кокант ожидается запуск дополнительных мощностей по производству продукции стоимостью 965 миллионов долларов. Доля экспорта составит более 310 миллионов. Согласно подсчетам и изучениям, для реализации намеченных целей требуются средства в размере 1 миллиарда долларов. Инвестиции будут освоены до конца 2026 года. Самое главное – это позволит трудоустроить чуть менее 12 тысяч человек. В свободной экономической зоне Кокант до сегодняшнего дня реализуются 102 проекта. 97 из них полностью запущены. Завершение всех проектов позволит довести количество рабочих мест до 15 тысяч. Все это говорит о значимости данной СЭС. Соответственно, ее расширение также положительно отразится на экономике и обеспечении благосостояния населения. Расширение территории свободной экономической зоны Кокан – это значит требование современности. Почему? Потому что, как нам известно, в настоящее время территория свободной экономической зоны Коканда нуждается в новых земельных участках, то есть в расширении. Нами уже были образованы, формированы 185 конкретно инвестиционных проектов на сумму около 1 миллиарда долларов, где включаются иностранные капиталы, как из Германии, из Китая, из стран Прибалтики. Мы таким образом создаем условия для использования срывового потенциала именно города Куасая. На расширяемой территории СЭС Кокан для реализации инвестиционных проектов земельные участки будут выделяться поэтапно, посредством электронных онлайн-аукционных торгов. После принятия данного постановления к нам уже поступают предложения, в частности, от китайских партнеров. Они рассматривают варианты реализации проекта в сфере фармацевтики на 16 миллионов, переработки овощей и фруктов на 14 миллионов, производство комплектующих и запасных частей для электромобилей и скутеров на 13 миллионов долларов. Эти инвесторы готовы приступить к строительным работам. Их очень воодушевила проводимая политика по поддержке субъектов предпринимательства, меры по обеспечению безопасности инвестпроектов и необходимых условий. Так и на расширяемой территории СЭС Кокан вся инфраструктура и коммуникационные сети будут обеспечены за счет государства. О масштабах и значимости проекта пишут и зарубежные масс-медиа. Отмечая, что принимаемые меры будут служить дальнейшему улучшению инвестиционной привлекательности Узбекистана. К этой теме еще вернемся и мы. Отметим, каждый этап реализации постановления президента будет под постоянным контролем.